всем привет девчонки и мальчишки сегодня катя на кухне за шеф-повара макароны по-флотски и суп будет с рикадельками а мне некогда я в огороде по целью сажу ты надеешь ее не по одной садишь? нет я сыплю прям сыплю оридки грядки-то эти же не паханые не копаные кое-как наделала этих бороздок чтобы насыпать сначала хотела просто поврыхлить и это рассыпать ее не получается поэтому я кое-как эти бороздки нарубила на вот этой большой самый-самый огромный потом где огуречная там уже мягкая земля куда масло дьется? макароны впиталась и там где свекла сидит посадила короче у нас девчонки за саду вот это не подумали мы а фигня-то это плавится она вон вздулась и все так что ничего у нас не получилось ну плитку уже не будем мы собачить сгорит да сгорит сейчас пойду в огород две грядки доделаю еще а больше некуда там везде косить надо а как я буду не в траву уже она говорит ты там траву раскидай мне говорит нафиг вот ей не нужен огород а я что должна делать я же сказала мне он не нужен она только делик налепила это вся картошка не знаю что посмотрим будут жидкие будут потом опять картошку вылавливать да не есть будешь чё тут смотреть я ой я нифига я натоптала пошла и работать дальше а что вечером надо хоть пару листов наклеить или это обоев чё говоришь пойдешь там по пути это спросишь кушать хотят ну наверное если он уже кричал а чё у нас на обед а катя говорит макароны сегодня макарон дальше я не слышала что он тебе сказал пришли этот серёжка опять пришел с этим товарищем который тогда в прошлый раз напился и спать у нас лег но сегодня он уже не грубит вежливо дайте говорит ножик мне я говорю а катя сказала спроси зачем он убивать резать никого не буду просто один маленький самый ножик маленький красненький нас был мы куда-то потеряли с ремонтом этот единственный все больше картошку нам чистить нечем нас есть почистил к окрошу я вот крашу все большим ножом маленьким не умею только чистить так бы салаты конечно поделать не в огород надо идти а вот там пять штук переросших огурцов пять штук всего лишь я не знаю девчонки мы короче поломались а мы то не хотим другой не хотела ткать сделала макароны по-плоцки а я не хочу буду есть а куда деваться суп сейчас варю суп у нас идет без поджарки потому что арсений не ест поджарку вот так вот и без морковки ага написала там комментарии этом хутор стуканов меня там уже обласкали сразу же что я не умеха ничего не умею если не смогла сварить курицу домашнюю а катя сказала больше никаких куриц я ее даже есть не стала но она крылышки я сварила для ночи и она не стала их есть я кое-как а я этот кусочек отдала крылышко как отдала потому что катя сказала я такой есть не буду и яйца и домашние не нравится вот так вот мы какие-то фиги бобер на нас но и сказали что и я выпендриваюсь не хочу другой не хочу то есть это привередливая я я не привередливая у меня просто с организмом что-то я ничего не могу есть они едят макароны я их терпеть не могу я ем только спагетти или вермишель вот как оказалось бы какая разница ну не емут макароны как картошки мало но она еще развалится она не разваливается сильно картошечку . а морковку не будешь что ли не ест не ест сухую бочку а у нас сухая есть приправа там лук сушеный это так бы дегидратор был можно было бы самим лук посушить морковки дофига ладно пошла я работать дальше я пошла есть она пошла есть а я когда пойду сейчас а Данька ходил на работу нет опять нет я сказала в этот раз договаривайся сам да как то ему больше всего это третий раз уже опять гулять пошел красавец концу лета панаму одел в этих штанах мы с Катькой хохочем над этими штанами я не могу как холозник мы ему сегодня пытались нарядить голубые джинсы тогда мы покупали на рынке китайском он горит маленькие нему все а в каком месте они широй а катер каком не сенья каком месте говорю маленький маленький а этот как колхозник закрутил эти штаны носки белые нацепил и пошел и он что я говорю ты где заказывал штаны он ведь на алиэкспресс он говорит но вальветовые не бельветовые а вальветовые там вообще кошмар девчонки придут штаны мы вам покажем ну нравится пусть ходит главное ему нравится особенно вот эти вот широкие закатанные широкие короткие вальветовые вальветовые не показывай потому что я работаю в огороде ой эти артисты мужики матерятся слова мат слова мат не люблю когда матерятся ну женщина ладно там когда еще она хоть раз мат скажет а мужики же они же без мата вообще не слов не знают я считаю это признак деревенщины так короче вот это вот здесь по цели после я не знаю куда мне столько много я взяла но надо пахать когда и садить по цели еще тут я грамм 100 и стратила или нет а тут полтора килограмма так мне сейчас надо вот эту сделать и тут наверно я вот здесь посадила надо поливать петрушка стоит как леса я даже боюсь ее даже трогать здесь посадила по цели даже картошечку выкопала вон вон какая картошка заросла и вот они 5 огурцов а еще один дома лежит 6 огурцов пропереросших капуста стоит вот здесь еще все чистить надо кабачки опять сглазила их они опять начали гнить ну то того что есть нам хватит уже вечер кати про салат она говорит ну и пусть дальше нас два года стоят ладно начинаю работать морквы то наросло куда и девать буду у нас под пол теплый совсем теплый морозилка у меня столько не выйдет если только куплю новый холодильник не новая на авито ладно пошла дальше девчонки и мальчишки работать так красиво отражается закат в деревьях такие стоят оранжевые или желтые время уже часов 9 я все в огороде копаюсь фацелию сажу а еще поливать надо ее нам этих полтора килограмма бог знает на сколько хватит дофига еще лучше оказывается этот вика сидират но там моих видимо они разные не один там например и и фацели наверное все подряд там уже комары начали кусаться а мне побрызгаться даже нечем мужики обедают и уже пообедали пообедали уже ой матюкаются матюкаются а катя так и не вышла ко мне в огород сказал он нафиг меня вот так вот то сделать другое сделал да с ума сойдешь на этом огороде вон земля какая как камень хотя тут лук сидел вот такая земля у нас девочки как асфальт ладно продолжаю сеть не знаю правильно сеть читать не захотела там мелко сильно неохота мелкоту читать но вообще под сидираты лет не пашут ну именно под по целью точно так чуть-чуть разгрыхлил сверху она сама будет землю рыхлить и вообще лет по цели не дают никаких азотных удобрений то есть она забирает из земли и когда перегнивает часть какую-то отдает земле лучше горит садить вика вот это говорит действительно но я что-то не тогда не знала только сегодня прочитала ночью смотрел посмотрела видео семена алтай по моему канал называется ну так вот ладно сею дальше закончила эту грядку спина отнимается хоть и на табуретке сажу все равно спина отнимается все совсем темно и закат уже переместился так что пошла я домой я пока в огороде копалась прядку делал катя еще сам суп с фрикаделькой такой вот простенький катя не загрела жидкий муж а его и нету с кем разговариваю без поджарки синий не из поджарка просто кидает вот этот вот при правочий лук жареный морковка вот такой вот суп простенький вот такой синий любит не знаю как вам там видно или нет до куда до самого верха все до самого пятых да да блин же неудобно им это же не бумага блин как сказать дай 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 н дай кати ну не придуряйся уже м я боюсь нафиг убирай его пи пи что такое паука вынес что с ним вынеси на улице С ним все нормально. Да что они какие-то вообще неудобно. Подожди. Кать, угол держи. Скорей, двигайся ты. Все, меня уже весит. Я не хочу ничего делать. Угол надо вас не будет держать. Надо лучше притык сделать. Да для чего притык-то сейчас-то, Катя? Угол притык, у меня голова загружилась. Чтоб вон там было притык. Я мерю то здесь, потом будем его ложить и резать. А он не притык у тебя. Притык, мама. Держи крепко. Он даже через чок притык уже. Услась. Неудобно держать большой лист. Такой нежный. Поэтому я и говорю. Нужно сначала... Девочки. Кто спорит со мной. Что нужно сначала все-таки сделать полы. Потому что резать-то все равно на полах. Потому что резать-то все равно на полах. Он сейчас весь ухляпывается. Кто такой мой, кто прямой. Весь помялся. Все, все. Так мне надо два листа. Три даже. Ой. Нет, его придется красить все-таки. Мы его сейчас весь ухляпываем. И что вы сейчас здесь? Да блин, потому что места мало. Где там надрез еще? Вон он. Пол метра от тебя. Видели? Вон он. Ты смотришь на него? Надрез. А, вот он. Сиди еще на связь. Вот так вот. А сейчас, если бы были те деревянные полы. Вот представьте себе, пожалуйста. Как режет. Где нос? Где нос? Где дело? Господи. Возьми ты уже тот тесак. А что встал-то? Он заделался камерой. Ага. Скрыта камера. Все ровно там выставлено. А тут не ровно. Тяни. Не держи. Тяни, говорит. А сама держит. Ну, чтоб тут не съехала. Ты что такое? Такое видео углядели. Или ты там это? Скоростя. Что это? Мы что это? Мы потолок снимаем. И все. Что это? О! Это выключите. Ай, елки-палки. Потолок снимаем. Так, куда полезло? Да. Места мало, блин. Совсем. Варвара. Уйди, не мешай. Ты потом на скорость будешь включать? Да ничего не буду включать никуда. А зачем такое? Какая тебе разница, Катя? Он, Наталья Гуварева, по 50 минут снимает. Как белье мешает весь процесс. Как посуду моет. Маленько, но он с коленей делает. Тяни себе. К себе тяни. Все тяни. Ты уже мне пролезть негде. Мне места мало. Возьми уже тесак. Да потому что ты меня, все меня пытается научить, как что делать. Мама. 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 Тесак. Встала, блин, как этот потрошитель, блин. А этим вон как раз, два и все. Тяни на себя, ты штрилиста. Нет, его красить надо, его отмоется. Но они же моющиеся. Отмоется, как будто по нему топтались. Пока три наклеим, и то придется резать здесь. Все, у меня мультики. Мультики, мультики. Я ему только два отрезала. Что-то пыхтели, пыхтели. Там один и вот один. А, ну коти тогда давай. Что-то фигачили, фигачили. А при клее отрезали только два. Ну куда, Катя? Туда делай. Тут у тебя нахлёст идет. Я уже сделала тут. Все, Лиз. Загибай и режь. Так. Натягивай. Некоторые ходят, мешаются еще и плапают. Вась, пожалуйста, не мешай. Я думала, они с этой стороны виниловые, они бумажные. его виниловые, даже не мешают. Отойди, я сейчас ножом буду. Ой! Никак! Аangel! Тяни его на себя. Ой, Господи! Старость, не радость. Фух! Сварило все. И это здесь, да, довольная, как это, кулема, перекулуша, есть такие помидорки. Все, что мазаем. Все, три отрезали, и хватит, и включай. Первый лист наклеили, но он мокрый еще, конечно. Ого, воздух не выгнали, блин. Ёлки-палки, вроде гладила все, как следует. Клей такой купила я, девчонки, как говорится, скупой платить дважды. Он хлопьями какой-то. Ну, потом высохнут обои и натянутся. Будет нормально все. Ой, везде воздух. Такие вот они ребристые, сейчас покажу. Не знаю, видно вам будет вот такие вот. Ну, там были покраску вообще бумажные, бумага бумагой, тоненькие-притоненькие. Все, рожу корчит там стоит. Заходил уже. Клей вообще ужас какой. Вот такой вот. Трындец. Бегом-бегом мазали. Даже камеру не включали. Не до этого было. Короче, девчонки, время уже 11 часов. Кое-как два листа наклеили. Вот, бегом-бегом. Я на стул встать не могу. У меня ноги подкашиваются. Я же это... Вы что-то боюсь. Даже вот такой вот. Наклеили. Стены неровные. Здесь уже... Листы одинаково клеили. А от этого уже вот такой кусок. То есть, срезали одинаково. Вот такой кусок уже тут, сантиметра-полтора лишнего. А тут еще меньше будет. И видно даже, что криво уже идет. Потолок туда. Туда. Гардеробное. Все ниже и ниже. Вот так вот строители нам строили. Я их спросила, почему так. Они не захотели брус резать. Пилить. Там не хватало полбруса. И они пока там крышу сделали. Потолок и все. Ладно, девочки. Я еще и после огорода... Катя-то только поесть свалила. Полы помыла 10 раз. 10 раз. А я на огороде с огорода... Ой. С огорода пришла с полосной. Переоделась, да за обои клеить. Сюда подойди. Так что я сейчас монтировать. Варвара у нас сейчас температура, все болеет. У меня голова еще просто мокрая. Я не стала уже на ночь веном сушиться. Красоту наводить. Сейчас Вальку протирать. О, это температура со вчерашнего дня. Она держится. Ну и не спадает, Катя ее. По лекарствам поет, поет. Ну лекарство какое? Сироп. Сироп шиповника, чтобы температуру сбить. А на ночь свечи ставлю. Ну и все, ладно. Два приклеили. Еще тут-то. Еще тут-то. Еще здесь. Слишком душно. Слишком жалко. Душно обои не откроешь. Не дай бог отвалятся. Ну не, не отвалятся, конечно. Но душно. Завтра посмотрим, что будет. А на сегодня мы заканчиваем видео. В третьем, всем следующем. Всем пока-пока. Варвара, скажи пока. Варвара. И некогда. Не стои. Варвара, скажи. Всем пока-пока. Вот бескучно. Пока-пока. Ладно, девочки. Всем до следующего видео. Всем пока-пока.